Здравствуйте! Вы смотрите новости на русском, на Баку ТВ, в студии я, Тарама Медли. Сначала коротко о главном. Утверждено положение о делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Сегодня день города Губадлы. Четыре года назад освободительная война шла не только на поле боя, но и в информационном пространстве. На передовой этой битвы стоял верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев. Азербайджан вручил ноту протеста послу Евросоюза в нашей стране Петеру Михалку в связи с очередной антиазербайджанской резолюцией Европарламента. Сегодня в выпуске. Президент Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Глава государства подписал соответствующий указ. Отметим, что положение было подписано 30 августа текущего года. Президент Ильхам Алиев также подписал указы об утверждении двух соглашений с Узбекистаном. Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Национальной гвардией Узбекистана и соглашение между правительствами двух стран от трудовой деятельности и защиты прав азербайджанских граждан, временно работающих на территории Узбекистана, и узбекских граждан, временно работающих на территории Азербайджана, были подписаны 23 августа 2024 года в Ташкенте в рамках визита Ильхама Алиева. Глава государства также подписал законы об утверждении изменений в соглашении о создании Европейского банка реконструкции и развития. Азербайджан. Он заинтересован в развитии плодотворного партнерства и реализации совместных проектов с Братским Казахстаном в экономической, транспортно-логистической, инфраструктурной и энергетической гуманитарной сферах в области цифровизации и других областях, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева Касыму Жамарту Токаеву по случаю национального праздника Республики Казахстан. Глава государства отметил, что у азербайджана казахстанские отношения и сотрудничества, основанные на взаимной вере и поддержке, день от дня расширяются и обогащаются новыми содержаниями. Продолжаем выпуск. Сегодня, 25 октября, день города Губадлы. Четыре года назад этот город был освобожден от армянской оккупации. В связи с этим глава нашего государства Ильхам Алиев поделился публикацией. Продолжаем выпуск. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 25 октября 2020 года – 29-й день Отечественной войны, которая привела Азербайджан к освобождению родных земель. Противник вновь обстреливает Агдам, Тартар и Агджабеди. По селу Мишали Гюранбойского района выпущена запрещенная ракета. Однако вооруженные силы Азербайджана действуют согласно оперативному плану, расширяя контролируемые территории. Ослабляя сопротивление противника на Ходжавенском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта, наши войска продвигаются к новым позициям в различных направлениях. В результате операции азербайджанской армии на различных участках фронта уничтожено и выведено из строя значительное количество живой силы противника – два танка, две боевые машины пехоты, четыре гаубицы, семь единиц автомобильной техники. Подразделения 1-го батальона, 543-го полка вооруженных сил Армении, понеся потери в живой силе и военной технике, отступают. Очередная крупная часть резервистов, отправленных из Армении в Карабах, уничтожена. Наряду с боевыми действиями продолжается и информационная война. Президент Ильхам Алиев, стоящий на передовой этой битвы, в интервью американскому телеканалу Fox News проясняет фейковые новости, тиражируемые противником и отвечает фактами на провокационные вопросы журналиста. «Вы пытаетесь сказать, что войну начал я. Если ее начал я, то почему я ждал 17 лет? Азербайджанская армия хорошо подготовлена уже как минимум 10 лет. Поэтому дипломатическое решение находится на столе. Армения должна освободить территории вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанцы должны вернуться на эти территории, а затем жить вместе с армянами в условиях мира и достойно. Наша позиция заключается в этом». В тот же день под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны проводится оперативное совещание с участием руководства Минобороны и командиров соединений, расположенных в прифронтовой зоне. Память всех шехидов, погибших в боях, была почтена минутой молчания. Напомним, что война идет уже около месяца. Ильхам Алиев отметил, что за это время наша страна добилась больших успехов на поле боя. «Конечно же, никто не может повлиять на нас, на нашу волю. Просто пусть наши военнослужащие и граждане знают, что и на фронте, и на политической арене идет очень серьезная борьба. Очень серьезная. Мы проливаем кровь на поле боя, освобождаем наши земли ценой жизни наших героев. В то же время мы оказываем сопротивление и на политической арене, демонстрируем мужество, отстаиваем свою позицию». «На фоне всего этого наша доблестная армия громит противника на передовой. Самое главное, от оккупантов освобождены 4 села Зангеландского района, 5 сел Дебраильского, 7 сел Губадлинского районов и сам город Губадлы». Эту новость народу также объявил президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев. Таким образом, превосходство азербайджанской армии и на 29-й день войны свидетельствовало о том, что наш флаг скоро будет развиваться на всех наших землях. По случаю четвертой годовщины освобождения Губадла от оккупации был организован медиатура в Губадлинский район. Представителям СМИ рассказали о стратегическом значении Губадлинского района и находящихся там в усот, преимуществах их освобождения для азербайджанской армии. В рамках медиатура военнослужащие, участвовавшие в освобождении Губадла от оккупации, рассказали о своем боевом пути. Накануне Европарламент принял очередную антиазербайджанскую резолюцию. В связи с этим посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко вызван в МИД Азербайджана. Азербайджанская сторона вручила Михалко ноту протеста. Община Западного Азербайджана также отреагировала на резолюцию Европарламента. Лицемерные силы, которые десятилетиями поддерживали этнические чистки азербайджанцев с территории Армении, теперь выдвигают немыслимые обвинения против Азербайджана, заявила община. Исторически пострадавшие от иностранной оккупации, этнической чистки и разрушения культурного наследия западные азербайджанцы и наш народ в целом придают большое значение обеспечению уважения к международному гуманитарному праву и правам человека. Право на возвращение является важнейшим и священным для миллионов западных азербайджанцев, подвекшихся этнической чистке со страны Армении в разные периоды. Действующие международные конвенции возлагают на страну-участницы конкретные обязательства в отношении систематических нарушений прав, совершенных против азербайджанского народа. Однако многие из них, особенно западные страны, проявили безразличие к этому вопросу. Они не только закрывали глаза на эти нарушения, но и поощряли Армению продолжать свои позорные действия, такие как оккупация и этническая чистка, постоянно препятствуя установлению мира в регионе. Некоторые внешние силы обеспокоены тем, что с восстановлением Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в регионе появятся перспективы для устойчивого мира. Особенно активны в этом направлении Конгресс США, Европейский парламент, парламенты Франции и Нидерландов. Лицемеры, которые на протяжении десятилетий поддерживали изгнание азербайджанцев с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана, систематическое разрушение нашего культурного наследия сейчас выдвигают обвинения против Азербайджана. Принятая 24 октября резолюция Европарламента является продолжением клеветнической кампании известных кругов против Азербайджана, которая только усилилась в преддверии КОП-29. Европейский парламент в 1988 году, выступившись с призывом о передаче бывшей НКО Армянской ССР, с тех пор довел свою враждебность к азербайджанскому народу до институциального уровня и принял десятки документов, противоречащих международному праву, полных ненависти и клеветы в адрес Азербайджана. Принятие такого документа Европарламентом в день встречи лидеров Азербайджана и Армении в Казани выглядит нелепым. Высказывания депутатов, особенно из Франции, обладающих крестоносным менталитетом и как будто соревнующихся друг с другом в ходе обсуждений, вызывают отвращение. Мы, община Западного Азербайджана, решительно осуждаем попытки Европейского парламента и других лиц, проводящих этническую и религиозную дискриминацию против азербайджанского народа. Их попытки использовать предлог защиты прав человека для прикрытия своих позорных действий, направленных на создание новых конфликтов в регионе. Мы будем продолжать разоблачать антиазербайджанскую политику этих субъектов и их попытки использовать права человека для продвижения своих политических целей. О том, что резолюция Европарламента против Азербайджана носит предвзятый характер, заявил также замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Как пишет агензия НОВА, Чириелли подчеркнул, что документ полон юридических и исторических фальсификаций. Именно Армения держала под оккупацией в течение 30 лет не только Карабах, но и вдвое больше территорий, населенные ранее только азербайджанцами. В том, что армяне покинули регион, виноват не азербайджан, а как свидетельствуют независимые доклады ООН, это произошло по решению местных армянских сепаратистов, отметил итальянский дипломат. Турецкие СМИ широко осветили участие президента Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани. Внимание было привлечено как к выступлению азербайджанского лидера на пленарном заседании формата Outreach Brics+, так и ко встрече Ильхама Алиева с Николом Пашиняном. СМИ Турции и Турецкой республики Северного Кипра широко осветили тему участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в 16-м саммите БРИКС в Казани. Медиа структуры братских стран привлекли внимание как к выступлению азербайджанского лидера на пленарном заседании формата Outreach Brics+, так и ко встрече президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Приводятся слова главы азербайджанского государства о превращении республики в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Отмечается успешное функционирование всех сегментов транспортных путей на территории Азербайджана. В публикациях процитированы слова президента Азербайджана о выделении дополнительных инвестиций с целью увеличения пропускной способности коридоров в восток-запад и север-юг. В контексте мирного диалога на Южном Кавказе акцентировано внимание на обсуждении лидерами Азербайджана и Армении. В Казани – тема продвижения двухсторонней мирной повестки, включая мирный договор, деримитацию и демаркацию границ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В публикации отмечается, что министрам иностранных дел даны инструкции продолжить переговоры по соглашению о мире и установлению межгосударственных отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок. А теперь к другим новостям. В Иране застрелили религиозного деятеля. Как сообщают иранские СМИ, теракт произошел в Казироне после пятничного намаза. Неизвестный застрелил Мухаммед Асабахи, после чего покончил с собой. Спасти жизнь религиозного деятеля врачам не удалось. Организация Объединенных Наций подвергла резкой критике политику Франции. Какие заявления прозвучали на 142-й сессии Комитета по правам человека ООН в Женеве расскажем в следующем сюжете. Заместитель председателя Комитета по правам человека ООН Хосе Эммануэль Сантес Паис резко раскритиковал отчет, представленный Францией в этот орган. Выступая на 142-й сессии Комитета по правам человека ООН в Женеве, Паис заявил, что этот отчет Франции не столь обширный, как предыдущий. В предыдущем отчете вы касались Декларации ООН о правах коренных народов и указывали, что Франция обязуется соблюдать положение этой декларации на всех своих территориях, включая заморские, сказал он. Паис напомнил, что в том отчете также отмечалось, что Французская Республика привержена учету пожеланий, выраженных этими народами, «Что касается Новой Каледонии, то в тот период отмечалось, что положение Нумианского соглашения больше соответствует положениям Декларации ООН о правах коренных народов, и это соглашение все еще подписано между государством и политическими представителями коренного населения», сказал он. Паис отметил, что в мае 2024 года, несмотря на положение соглашения Нумея, документа, основанного на Конституции и предусматривающего постепенную передачу власти от Франции к Новой Каледонии, Национальное собрание проголосовало за расширение избирательного корпуса Новой Каледонии. В знак протеста против этих изменений тысячи канагских демонстрантов мобилизовались и критиковали проведение этих реформ без предварительных свободных и информированных консультаций с представительными институтами коренного населения. Из-за недостаточного диалога со стороны властей с того времени происходят жестокие столкновения. Заместитель председателя комитета подчеркнул, что французское правительство направило крупные военные силы для восстановления порядка, однако появились многочисленные заявления о чрезмерном применении силы, в результате чего были зафиксированы несколько смертей и многочисленные ранения среди канагских демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов. ПАИС сообщил, что социальная сеть ТикТок была заблокирована на 14 дней. Согласно информации, поступившей в комитет, по меньшей мере, 11 человек были застрелены, 169 ранены, около 1700 демонстрантов арестованы, часть из них даже отправлена во французскую метрополию. Есть заявления об арестах правозащитников, особенно из канагских организаций. Несмотря на зафиксированные акты насилия и ущерб общественному и частному имуществу, ответ на демонстранции носил репрессивный характер. Особенно тревожно серьезность зафиксированных случаев насилия, а также число погибших и раненых. Похоже, что насилие в этих районах связано с изменениями в соглашении Нумея и отсутствием прогресса в процессе деколонизации, сказал ПАИС. Он заявил, что ни одно из решений комитета по правам человека, адресованных французскому государству, не было выполнено. Хосе Эммануэль Сантос ПАИС спросил у представителей Франции, в чем смысл добровольной ратификации протокола, если решения не выполняются. Кроме того, он отметил, что несмотря на включение французской Полинезии в список несамоуправляющихся территорий резолюции ООН в 2013 году, Франция заявляет, что эта территория не находится в указанном списке. Это были все новости на сегодня. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют, а также пишите нам на наши аккаунты в соцсетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азарспейс, выбирая частоты, которые видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на АзТелеком и БакТелеком, в 18-м канале Ситинет, в 2-м канале на Коннект ТВ, в 12-м аналоговом и 22-м цифровом каналах КТВ, на Айля ТВ по АйПи на 66-м, на цифровом 16-м и аналоговом 13-м каналах. Также у Баку ТВ смотрите и на АТВ+. А с вами была я, Турама Медли. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин